Всем привет! Сегодня посмотрим на еще одну команду в терминале, в команду Unix. Команду Unix. Она работает и в Linux, и в MacOS, и в других... Ну, в Linux и MacOS. Короче, в Unix системах. Вот это команда CD, Change Directory, то есть и заменить каталог. Казалось бы, простая команда, но тем не менее, возможно, что-то кому-то... Кто-то сейчас новое что-то и узнает. Хотя тут особо... особых сложностей нет. Так вот, CD, Change Directory, да? Изменить каталог. Вот, смотрите, в Unix домашняя директория, ну, в Linux обозначается вот таким вот в Linux. Тильда. Поэтому перейдишь, чтобы перейти в домашнюю директорию, а домашняя директория это у нас обычно директория, ну, наша собственная, наши пользователи, да? Вот я есть, cpp просто. И вот, чтобы перейти в эту директорию, нужно, нужно, нужно выполнить команду CD, тильда. Вот, и я туда перешел. Либо же, либо же, давайте куда-нибудь сейчас зайдем. Зайдем. Гамес. Давайте какую-то куда-нибудь заберемся. Вот так вот. Либо же, чтобы перейти туда, можно просто нажать команду CD. Точно так же переходит в домашнюю директорию. Дальше, смотрите, чтобы вернуться в предыдущую директорию, надо набрать CD и тире. И мы возвращаемся в предыдущую директорию. Вот. Видите, мы бегаем между директориями. То есть это тоже полезно при написании bash скриптов. Ну, дальше, чтобы перейти в родительский каталог. Родительский каталог, к примеру, для вот этой директории, games, flare, flare engine, родительским каталогом является вот этот каталог, flare. Вот он, да? Так вот, чтобы туда перейти, нужно набрать CD две точки. То есть на уровень выше перейти. Мы можем перейти сразу же на несколько уровней. Вот так вот. То есть в данном случае мы прошли раз уровень, два уровень и вернулись в домашнюю директорию. Дальше, чтобы, к примеру, не писать. Ну, как? Здесь работает, конечно же, автодополнение. Обычно. Вот мы пишем CD, нажимаем Tab. Ничего не происходит. Несколько раз Tab нажимаем и нам Linux подсказывает, что тут много всего есть. Куда ты хочешь перейти? Например, я пишу CD и нажимаю Tab. Как вы видите, install сразу же автоподставился. Почему? Потому что директории на букву i есть только одна. Соответственно, думать тут нечего, значит, мы переходим в install. Либо же можно сделать вот так вот, i звездочка. Что это значит? Это значит, будет перейдено в директорию. Ну, в текущей директории, если оно есть. То есть, ну, если в этой директории есть директория, которая начинается на i и дальше что угодно. Ну, какие-то любые символы. Вот. Как вы видите, мы перешли в install. Ну, давайте, давайте перейдем на уровень выше, в папочку Games. Посмотрим, что у нас тут есть. Ну, вот, например, смотрите, у нас есть две директории. Warzone и west node. Если мы напишем что-то типа подобное CDW и нажмем Enter, нам Linux скажет, что дружище, слишком много аргументов. То есть, имеется в виду, что здесь есть две директории, которые начинаются на W. Соответственно, никуда перейдено не будет. Но если же мы уточним var, да, и поставим точечку, то оно уже сразу же найдет здесь вот эту директорию и туда перейдет. То есть, автодополнение работает, если на указанные символы будет начинаться только одна директория. Вот. Дальше. Что еще? Ну, тут особо уже ничего не осталось. Давайте ls. И давайте, давайте. Вот, смотрите, посмотрим на вот эту директорию. VirtualBox, вот, ну, на директорию, в которой есть пробел, да, специальный символ. Как туда перейти? Ну, для этого надо написать VirtualBox. Ну, как вы видите, автодополнение сработало и пошел. Ну, просто если мы так напишем пробел, ничего не произойдет. Нам надо экранировать символ. Можно либо вот так вот обратным слышом, обратным слышом, а, вот так вот, да. А, я уже, подождите-ка, я уже там. ls, елки-палки, да. Так, вот, вот так вот, вот так вот мы перешли, да, экранировать. Либо же это делается вот так вот. Мы заключаем в кавычки нашу директорию. Вот. И мы в нее переходим. Есть. Ну, есть еще такая интересная программа, команда, которая, конечно же, в основном используется, наверное, в баш-скриптах. Я вам сейчас о ней покажу. Есть такая команда pushd. Это есть некий стэк, который запоминает о текущей каталог. Смотрите, я сейчас нахожусь в домашней папке. Чтобы запомнить это и перейти куда-то, мне надо выполнить команду pushd и, например, указать, что я хочу в гамме с флэйр энджай. Вот. Теперь смотрите, что у нас находится в стэке. У нас находится в стэке вот это, это где я сейчас нахожусь, и наша корневая директория. Давайте в стэк добавим еще одну директорию. Давайте, например, я перейду на уровень выше, еще раз на уровень выше, дальше, дальше, дальше. У нас там mine test и build. Вот. Елки-палки, сбил я весь стэк. Еще раз. Так, clear. Popd. Так, стэк пустой. Еще раз. Смотрите, я нахожусь в корневой директории. Сейчас я хочу перейти в какую-то директорию и запомнить в стэке, где я был. Переходим. GAMES. FLAIR. FLAIR. ENGINE. Есть. Теперь я делаю то же самое. Пуш. Д. Но я хочу перейти в другую директорию. Я использую GAMES. Дальше. mine test. Дальше. BOOL. D. Есть. Теперь смотрите. В стэке у нас корневая директория наша. Потом я был вот здесь. И сейчас я нахожусь вот здесь. Вот. Это полезно при написании скрипту. А теперь смотрите. Команда POPD. POPD она извлекает из стэка информацию, сохраненную в ней. То есть я сейчас вернусь в эту директорию. Ну. Которая находится в стэке. POPD. Раз. Перешел. Как вы видите. Я в директории FLAIR. ENGINE. В стэке у нас осталось. Где я нахожусь сейчас. И где я был перед этим. Соответственно стэк вы знаете. Первый зашел. Последний вышел. Извлекаю еще раз из стэка информацию. POPD. И я перешел в корневую директорию. То есть эти вещи в принципе для написания баши скриптов полезны. То есть есть некий стэк. PUSD и POPD. С помощью которого мы заносим информацию о текущей директории. И переходим туда. Либо возвращаемся. Вот. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся. Делимся. Ставим лайк и комментируем. Всем пока.